Азербайджан! Государственная слава! Азербайджан! Государственная слава! Азербайджан! Государственная слава! Защищать государственные интересы Азербайджана, суверенитет, территориальную целостность и независимость своей страны и быть готовыми пожертвовать ради этого своими жизнями. Солдаты-новобранцы Вооружённых сил Республики приняли воинскую присягу. Это первое и такое важное событие военной службы каждый мужчина запоминает на всю свою жизнь. Ведь именно с этого момента обычные ребята становятся настоящими защитниками Отечества. В результате проведения необходимых реформ под руководством Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами президента Азербайджана Ильхама Алиева, сегодня Азербайджан, пользующийся большим авторитетом на международной арене, уверенно говорящий своё слово, ещё больше увеличил свою военную мощь. Я верю в то, что и впредь, оставаясь верным Конституции Азербайджана, в войской клятве, уставу и дисциплине, солдаты Вооружённых Сил нашей страны будут с гордостью и честью исполнять свой долг, будут готовы в любую минуту обеспечить территориальную целостность нашей страны. 20% азербайджанских земель уже более четверти века находятся под оккупацией Вооружённых Сил Армении. Мирные жители прифронтовых селений ежедневно подвергаются обстрелу со стороны противника. В таких напряжённых условиях достойно нести службу, бесстрашно защищать родную землю особенно важно. Многие из призывников только сейчас осознали, насколько важная ответственность ложится на их плечи. Но в их глазах нет ни капли страха, ни тени сомнения. На самом деле, раньше я не представлял себе даже, что это может быть армия и как здесь бывает вообще на самом деле. Но придя сюда, я понял, что на самом деле это меняет человека. На самом деле, я думаю, что каждый мужчина, каждый парень должен пройти военную службу. Потому что у нас у всех есть общее понятие, как это происходит, но каждый человек должен это испытать на своей жизни. Потому что это меняет человека, это меняет его мышление, это его воспитывает, воспитывает как мужчину. Впереди новобранцев ждёт нелёгкое испытание. Им ещё многое предстоит узнать о том, как важно соблюдать дисциплину, постоянно повышать свои боевые навыки, в совершенстве знать своё вооружение и технику, своевременно и точно исполнять приказы командиров и в любой момент быть готовыми к боям за освобождение оккупированных азербайджанских земель. Чтобы понять, что их ждёт в течение дальнейшей воинской службы, призывники прошли необходимую подготовку. Когда нас отвезли на полигон, я впервые взял в руки оружие. Было очень интересно. Сначала я волновался, но потом почувствовал себя увереннее. В течение полутора лет каждый из нас сможет не раз выехать на полигон, узнать различные виды техники и вооружения. Мне очень интересно, и я с нетерпением этого жду. Быть солдатом национальной армии, защищать суверенитет и бороться за обеспечение территориальной целостности своей страны – очень почётное звание для каждого азербайджанца. Именно поэтому принятие войской присяги – сына, внука, племянника, дяди – торжественный праздник для каждой азербайджанской семьи. Я очень горжусь тем, какие сильные наши вооружённые силы. Дай Бог настанет тот день, когда мы будем проводить подобные мероприятия на находящейся под оккупацией исконно азербайджанских территориях. Каждый гражданин, чей сын, племянник, родственник, служит в рядах национальной армии, должен гордиться этим. Но особую гордость в этот знаменательный день испытывают именно мамы призывников. Пусть Бог хранит нашу страну, пусть Бог хранит каждого солдата. Я горжусь тем, что я азербайджанка, а мой сын служит на благо азербайджанского народа. Горжусь я своим сыном, горжусь своей страной. Дай Бог, чтобы было чистое небо, миру мир и нет войны. Я желаю, чтобы каждый солдат вернулся домой целым и невредимым, чтобы наши солдаты освободили из-под оккупации наши родные земли. Чистое небо и безопасную жизнь для своего народа обеспечивают именно военнослужащие. Бравые бойцы национальной армии неустанно, днём и ночью, бдительно охраняют свою родину, отражая многочисленные атаки вооружённых сил Армении. Сегодня, несмотря на провокации противника, азербайджанский народ может спать спокойно, зная, что его армия, его солдаты стоят на страже мира и спокойствия своей страны. Эльмиром Сазаде, Элькин Мехти, в Сибиси.